И прямо сейчас к нашему эфиру уже присоединится эксперт по энергетике Офиса реформ Кабинета министров Украины Максим Гардус. Максим, мы вас приветствуем в эфире. Доброе утро. Ведь мы понимаем, что Украина, конечно, справляется с атаками Российской Федерации на энергосистему нашей страны, но Украина не одна в этих усилиях, ведь партнеры нас поддерживают, помогают, что приятно не только словами о беспокойности, но и конкретными действиями. Каким образом такая, я не могу сказать помощь, потому что Украина действительно сейчас отстаивает не только себя, скажем, поддержка. Вот каким образом такая поддержка может увеличиваться? Какой потенциал вы, к примеру, видите в увеличении такой поддержки от наших партнеров, чтобы Украине на самом деле было еще несколько проще справляться вот с такими атаками Российской Федерации? Есть несколько направлений такой помощи. Первое, это, собственно говоря, генераторы. Это остро актуальные, остро дефицитные предметы, насколько даже в Европе они начинают задумывать, что будет, если будут перерывы со светом и начинают их скупать. Поэтому, например, их не так уж... Ну, поэтому есть определенные проблемы, наверное, кинок. Ну, например, Франция отправляет нам 100 мощных генераторов, а потом еще обещает добавить мощных, в смысле не для квартиры, а для объекта, там, 50-100 киловатт. Финляндия посылает оборудование. США и Европа дадут деньги для восстановления системы. Норвегия и так далее. То есть нам нужны генераторы для того, чтобы обеспечить. Нам нужны запчасти и оборудование для того, чтобы ремонтировать сети и генерирующие объекты, а также деньги для того, чтобы все это работало. Три вида помощи, о которых мы просим наших партнеров. Прямо того, что касается оборудования, там очень большой перечень спецификаций, потому что разрушения довольно масштабны. И в этом роль стран бывшего Советского Союза есть, поскольку нам нужна для совместимости много с европейской точки зрения устаревшего оборудования, при этом необходимого нам. Поэтому контакты не только со странами ЕС, но и со стороны Буржесского блока также. А для того, чтобы найти недостающие нам оборудования. Каким образом именно энергосистема Европейского Союза может сейчас помочь Украине? И как она это уже делает? Как она уже помогает? Тут есть два вида помощи. Их нужно очень сильно различать. Потому что с одной точки зрения электричества всегда электричество. Но есть аварийные перетоки, поскольку у нас единая энергосистема, поэтому иногда от нас уходят в ближайшие регионы, это чаще всего Молдавия и Румыния. Иногда от них уходят к нам также по перетокам. Но это технические перетоки, которые, поскольку энергосистема едина, могут осуществляться. Другое дело — это импорт. Когда это уже был контракт, и это официально оплачено. Сейчас наши лимиты повысились по импорту. И идет речь о 500-600 МВт. Для сравнения, это пару блоков теплоэлектростанций. Чтобы можно было понять масштаб. Да, хотелось бы больше, но нужно утрясти юридические моменты, чтобы это было возможно. И Укрэнерго регуляторная энергосистема прорабатывает, как это сделать, чтобы сделать достаточно коммерческий импорт, что, скорее всего, очень сильно заинтересует украинский бизнес. Потому что, понятное дело, что очень много видов производства. Желательно, чтобы это был беспрерывный цикл. Я не готова закупить электричество для того, чтобы гарантировать, что оно будет все время у них. Я думаю, что сфер перечислять очень сложно, потому что это и все. Это та же металлургия, это та же химия, это агропроизводство и так далее, и так далее. Электричество нужно всем. Если немножко глобализировать тему самого энергокризиса, который, к сожалению, есть ныне в Украине, благодаря государству-террористу. 23 ноября Российская Федерация нанесла очередной массированный удар ракетный со стороны Каспийского моря, с Черного моря, если мне не изменять память, также были нанесены удары с территории Республики Беларусь, которую ныне можно считать временно неподконтрольной. Белорусскому народу так точно. И тогда уже зашла речь в том числе о массированном полном блэкауте для государства. Блэкаут, напомню нашим зрителям, это такое состояние структуры, если можете меня исправить, когда полностью электросеть не работает по всей стране. Правильно я понимаю? Не совсем. Блэкаут — это состояние, когда произошло аварийное отключение. То есть до 23 ноября у нас были отключения электричества, но это были плановые по командам диспетчеров Украинерга. Они видят, что в системе есть X, а генератор может выдать только 0,9X. Поэтому 0,1X надо отключить. Они дают команду и эту 0,1 отключают. А Радуфик 23 ноября были настолько масштабны, что работала автоматика, и без вмешательства человека началось выключение объектов. Это очень неприятная ситуация, но, к сожалению, из-за этих атак очень сильно упала частота в системе. Наша частота, наша система работает с частотой 50 Гц. Если она выбивается, это значение выше или ниже значительно, то срабатывает автоматика, и объект отключается автоматически, что нежелательный вариант, потому что, понятное дело, в такой ситуации невозможно спланировать, что будет отключено, а что нет. Невозможно рассортировать объекты. И критическая инфраструктура, и те, которые, в принципе, могут подождать. Но вот такая ситуация, к сожалению, произошла. По словам Владислава Кудрецкого, это глава Украинерго государственной компании, с 10 октября, когда начались массированные атаки со стороны государства-террориста по украинской энергосистеме, были поражены абсолютно все большие тепло-гидроэлектростанции в Украине. Об этом он, по крайней мере, заявил в интервью украинскому изданию НВ. Президент Украины Владимир Зеленский днями сообщал о том, что Российская Федерация вновь готовится к массированному удару по украинской энергоструктуре, по Украине, если так обобщить. Оперативное командование ЮГ говорит о кораблях в Черном море с ракетоносителями типа «Калибр». Представители воздушных сил, вооруженных сил Украины, говорят также о готовящемся новом массированном ударе. В случае, если масштабы будут продолжаться в таком плане, можем ли мы говорить, о каком проценте уничтожения украинской энергосистемы мы можем говорить, насколько быстро, можно ли это прогнозировать, эта система будет восстанавливаться, в том числе благодаря помощи, которую Каролина вспоминала, в том числе благодаря импорту электроэнергии, также из Румынии, о котором можно сказать уже здесь и сейчас. Я думаю, поскольку предсказать собственного масштаба разрушения невозможно, поскольку каждый раз мы видим, что меняется цифра, да, на что вы возбиваете большую часть ракет, это, конечно, замечательно, но степень поражения, нанесенной оставшейся меньшей частью, предсказать невозможно. Поэтому невозможно, раз невозможно предсказать разрушение, невозможно предсказать скорость восстановления. К сожалению, вопрос импорта, в том числе и завязан на всеми разрушениями, поскольку целью России, как мы видим, является разрушением связанности украинской энергосистемы, чтобы она не была единая, а чтобы регионы не были соединены друг с другом. Поэтому в случае нарушения такой связанности импорт не может идти туда, где связанность, собственно говоря, потеряна. Вот, ну, в принципе, подготовка идет, тем не менее, и мы надеемся, что связанность потеряна не будет. В таком случае импорт нам может очень сильно помочь, и, как вы уже заметили, на днях государственных трейдеров трейдеров сделают тестовые поставки электричества из Румынии, и мы обнаружили, что да, это возможно. Соответственно, остались только технические вопросы, больше нет, остались финансовые и юридические вопросы для того, чтобы это не было осуществлять. Ранее это тоже самое было проделано с Словакией. Соответственно, если будет дефицит, его можно будет покрыть, закупив электричество за границей, лишь бы мы не потеряли связанность между регионами. Также есть информация о том, что госсекретарь Энтони Блинкен сегодня объявит об оказании новой помощи Украине с целью восстановления энергосистемы, которая пострадала от российских ракетных ударов. И вот накануне он прибыл в Румынию на встречу союзниками по НАТО, министрами иностранных дел стран Большой Семерки. Как сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя Соединенных Штатов Америки, проинформировавшего журналистов на условиях анонимности, Вашингтон работал с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также с европейскими государствами, чтобы найти оборудование, которое может помочь восстановить высоковольтные передающие станции в Украине. И вот по словам чиновника, Соединенные Штаты также выступят с призывом к другим странам оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы предотвратить отключение электроэнергии, из-за которых миллионы людей остаются в темноте, без отопления, при минусовых температурах. Но в целом, преодолевая этот кризис, ведь мы можем сказать, что в общем энергосистема, можно сказать, даже мировая, она кардинальным образом перестраивается. То есть как Вы считаете, вот эти мероприятия, которые нацелены на то, чтобы помочь сейчас Украине преодолеть, насколько они определяют в будущем устройство энергосистемы? Мне кажется, скорее на энергосистемы влияет санкционный режим, который вводят европейские, в первую очередь, страны против России. И глобальная карта поставок кардинально меняется. Процент России на европейском рынке неуклонно падает. В некоторых странах уже достигнули, в некоторых достигнули в ближайшее время. Также мы видим определенное разочарование, хотя это и медленный процесс. Вросатом и соответственно влияние атомной энергетики российской на многие страны станет меньше. И, наконец, в декабре 5-го часа должно начаться нефтяное партие и также перестроится карта поставок нефта. Вот это мы видим в Польше. Кроме того, из-за этого энергокризиса мы увидим рост солидарности между странами в ЕС. То есть Еврокомиссия все активнее и активнее вмешивается в энергетическую политику. Больше, потому что очевидно, что кризис не та ситуация, где каждый сам себя и конкуренция решит, кто лучше. Гораздо эффективнее договориться совместно использовать газопроводы, подземные хранилища газа и прочую инфраструктуру для того, чтобы все вместе успешно пережить зиму. И мне кажется, что новый уровень солидарности, новый уровень регуляции это как раз будет одним из тех последствий, которые переживет кризис и останется надолго. Потому что все поймут, что мало ли какие кризисы могут быть еще. Кроме войны могут быть стихийные бедствия и тому подобное. И лучше иметь систему, которая является стойкой, в которой все зависят друг от друга и все поддерживают друг друга, чем такую систему не иметь. И пытаться ее построить тогда, когда кризис уже наступил. То есть большая стойкость, большая солидарность в Европе, мне кажется, как раз и будет долгосрочным последствием этой ситуации. То, что необходимо было Европе, в том числе еще за долгоду 24 февраля 2022 года. Давайте будем честны, наверное, что just business, business as usual, от этой формулы работы с Российской Федерацией, Европейскому Массоюзу, да и не только нужно было отказаться давно. Я вернусь, с вашего позволения, к теме обстрелов еще 23 ноября. Тогда по сообщению СМИ, да и не только профильных компаний, была нарушена работа ЛЭП на нескольких атомных электростанциях, линии электропередач для наших зрителей, напомню. По вашему мнению, насколько вредны для атомных электростанций были аварийные отключения, в том числе остановки, после таких массированных ударов. Как это влияет на саму работу атомной электростанции? И как это возможно, какие опасности это таит в себе? Ну, электростанции работают с стабильным графиком. Это их уникальная и отличительная черта. Эти они, собственно, отличаются от теплых станций. То есть они выдают одно и то же напряжение, одним и тем же графиком, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, летом и зимой. И они составляют базу нашей энергосистемы. То есть они дают плюс-минус половину в мирное время. Сейчас каждый день нужно считать по-другому. Вот. И это базовое напряжение. Поэтому им не нравится остановка. Тем более, честно говоря, они не первой молодости все уже. Вот. И они не должны стабильно работать. Но подробно о последствиях лучше, конечно же, спрашивать о энергоатом. Это была остановка производства, а не авария. Поэтому для населения никаких негативных последствий, кроме станции электричества, не было. Радиационный фонд оставался в норме. Никаких вопросов не было. То есть просто они не выдавали напряжение в сеть. Но, разумеется, лучше бы таких ситуаций не происходило. И Украина уведомила организацию ООН по атомной энергетике МАГАТЭ о том, что произошла такая ситуация, что такая ситуация негативная. А МАГАТЭ осудила деятельность России, которая создает неприятности для украинских атомных станций. И выдумывала о том, что такая деятельность недопустима. Поэтому, конечно же, такого не происходило в будущем, потому что это вредит ресурсу атомных станций, вот такие внезапные вещи. Максим, мы говорим вам огромное спасибо за анализ. Всегда вас рады видеть в нашем эфире. Я напомню, что Максим Гардус был с нами на связи, эксперт по энергетике Офиса реформ Кабинета министров Украины.